Тренинговая форма преимущественно черного цвета на все время учебы их основной наряд. На занятиях ничто не должно стеснять движений. Здесь нет комплексов, нет физических зажимов. Здесь останавливается время. Студенты актерского курса, кафедры театральной режиссуры для педагогов как живой пластилин. Из этих ребят в будущем получатся высококлассные артисты. Иначе не стоит тратить силы ни свои, ни чужие. Мы занимаемся тем, что простым смертным недоступно. Освобождением, свободой, поиском тела, поиском взглядов. Вот если сейчас даже посмотреть, ребята уже на протяжении какого-то времени занимаются выяснением самим собой, кто я. Кафедра театральной режиссуры актерского мастерства была открыта в 1975-м, в год появления самого Института культуры. Елена Шенгина пришла работать сюда спустя некоторое время. Вот уже почти три десятилетия она заведует кафедрой и гордится своим профессорско-преподавательским составом. Мы считаем своим долгом, что каждый курс должен курировать очень большой мастер. То есть это народный артист Валерий Сергеевич Золотухин. Это Георгий Тихонович Обухов из Краевого театра драмы ведущий артист и народный артист. Это был Дементий Гаврилович Паротиков, который много лет курировал наши актерские курсы. Хореография, вокал, актерское мастерство, режиссура, сценическая речь. Ежедневные и порой изнурительные тренинги рядовому человеку могут показаться бредом. А ведь только так, пройдя все испытания, закаляется характер, появляется целеустремленность и диплом о высшем образовании. Своё будущее вы теперь как видите? Исключительно актеры театра? Ну, да, это мечта. Но актеры театра, есть же разные направления в театрах. Драматические, на которых мы учимся, есть пластические театры, кукольные театры. Уже в эту субботу кафедра театральной режиссуры актерского мастерства отметит свое 40-летие. Торжественный вечер начнется в 16 часов в концертном зале на Ленина 66. Приглашают всех выпускников присоединиться к юбилею. Елена Кузовкина, Николай Шилко, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова